Я прождала с 8 утра до 8 вечера. Врач не пришел. Утром я в панике звоню со слезами на глазах, говорю, он ветеран войны, участник, инвалид войны. Она пообещала, что до обеда к часу дочь просидела до половины или до четырех она просидела. Ей тоже на работу. Звонят, вызывают на работу. И потом я уже, будучи на работе, мне звонок на сотовый. У вас ложный вызов. Это уже было полпятого. Мы приехали, никого нет. Его тоже на скорой увезли, так как он работал всю жизнь на нефтехимическом кабинете, в Сангородок. Там его в приемном покое не стали принимать. Не стали принимать, говорят, везите его назад. Ну, у меня еще была тогда живая сестра старшая. Она его оставила и ушла. Они потом нам бессовестные, там всякое разное. Говорят, привезем вам на крылечко его оставим и все. Они уже меня это... Списали со счетов. На носилки положили. Чтобы нести. Ага. Ищи знакомые. Я скажу, вот, про вас так, чтобы что-то... Хорошая девочка, да, папа? Ага. Ну, оставляют и будь здоров. Такое отношение к 91-летнему ветерану войны Александру Алексеевичу Викулову медики проявили прошлой весной. После этого фронтовик старается обращаться за помощью крайне редко. Да и жаловаться не в правилах этой семьи. Год назад пациенту все-таки помогли. Родственники признаются, что только с помощью полезного знакомства. Говорят, что обратиться в нашу редакцию было вынужденной мерой. Несколько дней назад дедушка почувствовал себя плохо. Пришлось вызвать скорую. К сожалению, история повторилась. На следующий день врача вызвали. Дочь была. Во второй половине пришла врач. Она даже не раздеваясь, не слушая его, пыталась сначала смерить давление своим аппаратом. Потом сказала, что у нее аппарат не работает. Не прослушав ни пульс, ничего. Сказала, ладно, я вам вызову невролога. Назначения никакие не буду, хотя сама вот написала. В общем, это ему как раз наоборот нельзя. Оно снижает сердечный ритм. У него и так 30. Вот. Мы около двух часов не могли дозвониться до регистратуры. Когда дозвонились, оказалось, что уже повторно дочь звонила. Потом еще я уже от него позвонила. Сказали, что записи нет. Кто к вам приезжал? Невролога-пациент так и не дождался. Почему? Сказать трудно. У ветерана болят ноги, беспокоит сердечный ритм, о себе дает знать и возраст, и контузия, полученная во время Великой Отечественной войны. Боль. Затронуться нельзя. Встать. Я не мог встать. Вот помогали мне. Александр Алексеевич пошел на фронт добровольно в 20 лет. Служил в танковых войсках. 5 мая ему исполнится уже 92. Сейчас он смотрит на свои фотографии и тяжело вздыхает. Большинство фотокарточек осталось у старшей дочери, которую отец пережил. Вот перед тем, как это снять блокаду, мы сфотографировались хорошо. И вот сейчас она умерла. У фронтовика большая семья. Все берегут любимого деда и ухаживают за ним. Наша редакция обратилась к главврачу больницы, к которой относится пожилой пациент. Борис Басманов обещал разобраться в ситуации и взять ее под личный контроль. Ветеран войны к 70-летию победы, когда все спрашивают, что вот сделать. Тут для конкретного человека вот. Просто окажите медицинскую помощь. Просто. Ничего не надо. Яна Попова, Дмитрий Новопашин, Михаил Тырышкин. Местное время. Редактор субтитров А.Семкин